Продолжение следует... И самое главное, на мой взгляд, что после этих бесед мы немножечко сближаемся в понимании и игроков тех решений, которые принимают судьи, и судьи находят для себя новые моменты, в которых они должны принимать эти достаточно сложные решения. Основные моменты, которые в последнее время наиболее часто дискутируются и принимаются решения, это моменты, связанные с положением вне игры, прежде всего. Потому что, хотя и правила не изменились, но многие трактовки и многие нюансы, они изменяются из года в год. И хотелось бы, чтобы в такой сложной ситуации, когда практически решаются вопросы нарушения правил вблизи ворот, то есть создаются реальные голевые ситуации, они не вызывали вопросов ни у защищающихся команд, ни у падающих, тем более у арбитров, которые принимают решения на футбольном поле. Также мы много достаточно говорим о вещах, которые связаны с защитой здоровья игроков, то есть всякого рода агрессивные действия на футбольном поле, приводящие к травмам игроков. Естественно, я думаю, что все хотят минимизировать эти нарушения. Ну и вещи, связанные с поведением, то есть не столько даже, может быть, с нарушением правил игры, а с сохранением имиджа игры, то есть настоящие игры джентльменов, которые нет места протестам, всякого рода дискриминационным, то есть проявлением и поведением игроков на футбольном поле, которые возбуждают разные националистические и расовые восприятия. Вот поэтому вот эти, наверное, основные вопросы, которые поднимаются в беседах с игроками. И надо сказать, что и сегодняшняя беседа, которая проводилась, она показывает, что игрокам тоже интересны эти вопросы, они хотят для себя найти решение в тех игровых ситуациях, которые были в предыдущих играх. Ну и, наверное, мне хотелось бы, чтобы они взяли этот багаж с собой на будущие игры. У вас день рождения было. Мы вам дали мяч с офисами футболистов. С днем рождения!